Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну и вот это, как всегда, бла-бла-бла, интересный самолет и тот, мы немножко иначе расскажем Есть две концепции самолетов, есть сертифицированные самолеты, есть экспериментальные самолеты У нас сегодня будет экспериментальный самолет Многие знают этого человека, я скажу коротко, Денис как к нам прилетит? У меня в прошлый раз были сомнения, что я смогу полетать на этом самолете, но сейчас попробуем, получится это или нет Ну, в принципе, так как-то бочком Классный самолет, но маленький Самое главное, телефон GPS Радиостанция Не помещаются ноги по педалям, вот это вот упирается Хорошо, а сзади я помещаюсь? Нет Володя, это не для тебя самолет, извини Это тинейджерский самолет, что ты хочешь То есть ты хочешь сказать, что ты вечно молодой? Да, точно Если ты даже спросишь его характеристики, я их не знаю Это одна из причин, почему я его купил Я купил просто эмоциональную покупку Я не знал, сколько он прет, сколько он жрет, знаешь, вот эти стандартные вопросы Хорошо, я спрошу другого, как зовут? Дельфин То есть у этого самолета есть имя? Имя, благодаря вот этой вот моей девочке И он у тебя мальчик? Да, конечно Да, потому что четко, что вы еще Он друг, конечно Да, вы понимали, потому что самолеты действительно делятся на мальчика и девочек И вот это, кстати, это очень крупная, но все-таки девочка Я был во Флориде, кстати, ездил тогда еще, когда у тебя невозможно было сделать валидацию Я поехал во Флориду делать валидацию лицензии А где ты получал пилотское? Я в Украине получал пилотское, я получил в Украине, я себе сделал подарок на 40 лет Получил пилотское Это же поздно, 40 лет 40 лет Ну, на дар 60 там с чем-то получил, понимаешь? 72 72 Так что я юн Я взял себе две недели на эту валидацию, я не знал, как это будет происходить Кстати, я тебе тогда звонил, ты мне сказал, что это несложный процесс Я помню это несколько лет назад, два года, четыре назад была Ты просил тебя не беспокоить, потому что ты обедал Вот так вот? То есть я уже тогда притворялся серьезным дядьком? Да, в общем, я взял на валидацию две недели Но Решил посмотреть, где эта валидация будет происходить И пришел посмотреть Пришел с самолета Буквально несколько часов после приземления самолета Пошел посмотреть, где эта валидация будет происходить И нарвался на этого инспектора Он мне позадавал какие-то вопросы Совершенно как бы Не касающиеся конкретно какой-нибудь там Конкретной авиации Просто в общем, на чем мы летаем и откуда И после того, как я с ним пообщался, он мне сказал Так мы не будем откладывать И мы сейчас прямо эту всю валидацию И провели только что И у меня появилось Освободилось почти две недели свободного времени Который у меня обратный билет был уже куплен Ну, я решил их потратить Вот, поездить, посмотреть вообще, что продается И зашел на сайт Bar Storms Увидел РВ-4 И решил просто поехать посмотреть В принципе, если говорить немножко о истории этого самолета Впервые, по-моему, в 79-м году появилась сама идея этого самолета И она началась с истории модели РВ-3 Компания Vans Вот если вон рядом стоит Cirrus Который является абсолютным лидером на сегодняшний момент В рынке сертифицированных самолетов Скажем так, легкой авиации То компания Vans, она по большому счету Ну, откусила там Ванс, по сути, откусила Ну, ну, львиную долю Рынка экспериментальной авиации И, в принципе, если говорить отдельно О экспериментальной авиации Это определенный мир То есть это еще определенное В нашем маленьком авиационном мире Есть еще одна Ну, совсем немаленькая ветка Вот людей, которые Так называемый Home Build Или экспериментальный самолет RV-4, она как бы уже появилась с той идеей Что очень удачный самолет RV-3 С 360 лайкомингом Мощностью 160 лошадиных сил Но потом девушек этих пилотов Ну, наверное, стало заедать зависть Почему они летают Почему они кайфуют Получают удовольствие А они вынуждены сидеть на земле и смотреть И компания Vans, наверное Ну, я предполагаю Что именно по этому поводу А сделала следующую модель На основе RV-3 Самолет RV-4 По сути, это, собственно говоря Немножко увеличенная модель RV-3 Это же полноценный пилотажный самолет На котором люди крутят пилотаж Он испытывает большие перегрузки И, в общем-то, прочность конструкции Достаточно высокая Я взял прокат автомобиль И поехал через половину Америки, фактически Да, там, Оклахому Это штат, где Чирки Ну, да, Чирки Ну, там же и Фей Как раз и Фей Фей там находится Да, находится в Оклахоме В общем, я туда приехал Посмотрел на этот самолет И решил взять трейлер в прокат И не возвращаться больше без него Вот так И это все произошло В течение одного дня Да Я помню эту ситуацию Когда Дениска вел самолет Тогда вот этот контейнер Это все Это же было тоже там Да, когда ты делаешь это первый раз То всегда это волнительно И я представления не имел Как это делается Ну, в общем, все случилось гладко Благодаря моим друзьям Благодаря твоим советам Друзьям из Прибалтики Олегу Хроняка Олежка, привет Это такой Олежка у нас такой Эрвист До мозга Ну, крестный отец Вот если брать Вот Самолет Эрви Да, то он так Мой крестный отец В этом отношении Потому что первый человек С которым я полетел на Эрви Это был Олег Хроняка Несмотря на вот эти маленькие размеры Это очень быстрая И очень мощная машина То есть есть несколько модификаций Есть модификация 160 лошадиных сил Которую мы видим здесь Есть версия 180 лошадиных сил И, в общем-то, обладая вот Скажем, вроде бы на первый взгляд Небольшой мощностью для авиации Но столь, скажем, хорошая аэродинамика Действительно очень чистая аэродинамика Этот самолет легко летает в круизе Больше 300 километров в час По факту это базовый двигатель 160 лошадиных сил При этом Самолет легко в круизе В экономичном расходе 27 литров на 100 километров Летит со скоростью 250 километров в час Легко летит на 1100-1200 километров Это неплохой круизер Это отличная фановая машина На которой вы можете почувствовать Там, не знаю, как, Дениска Истребители Есть идея Пересесть на что-то большее Но нет идеи продать это Хорошо, вопрос следующий Следующий будет, что это будет ВАНС или что-то другое? Я, честно говоря, думаю, что это десятка РВ-10 Да, мне нравится вот эта идеология экспериментальной авиации Когда ты можешь каждый год что-то переделывать, усовершенствовать И это все достаточно бюджетно, в общем-то Ну, в общем-то, если так, да, действительно оценить Мы с тобой только что говорили о фарах Никакой проблемы, сколько ты заплатил за LED-фары? 200 долларов я заплатил Ну, всего лишь на этот самолет Ну, приблизительно где-то раз в 15 дороже Только потому, что это сертифицированный светодиод? Да Он достаточно интересный огнетушитель Ты можешь находиться одновременно в кабине, если ты им пользуешься Вот, он такой же для заднего Здесь чеку срываешь, нажимаешь и направляешь непосредственно Прикольный Он сертифайт или он? Нет, он не сертифайт Ну, вот это, кстати, конечно, ваше явное преимущество Да Если говорить, я в основном летаю, конечно, на сертифицированной технике Но иногда на экспериментальной тоже подлёт Иногда удачной, иногда неудачной Ну, по-разному бывает Но, слушайте, вы можете делать все, что хотите Вы не связаны вот этими бумагами Ну, в разумных пределах, конечно Да, да, ты прав И, в общем-то, это мне тоже очень нравится Потому что погода не всегда лётная И бывает, там, зимний сезон, да Много нелётных дней, рано темнеет И есть куда себя применить Самолёт можно купить Основная модификация, вот кит-комплект Он стоит 20, 23 тысячи 22 с копейками, по-моему, что там До 23 тысяч долларов Это стоит кит-комплект Для постройки этого самолёта То есть, за эти деньги Конечно, это нулевой И, к сожалению, на РВ-4 нету Вы его покупаете фактически Только будут ключевые элементы Как лонжерон, узлы крепления Они, конечно, будут склёпаны Остальное приходит, по факту, чуть ли не в листах металла Но, видя Вообще, то есть, я видел в разобранном состоянии киты Ванса Конечно, отдаю, ну, просто лепту уважения Потому что, фактически, все детали у Ванса изготовлены Ну, вот, наверное, слова «идеально» не бывает Вы берёте две детали Всегда дырки совпадут одна к одной Диаметр совпадёт И всегда будет размер И, по факту, при сборке этих самолётов Вот это вот самые противные виды деятельности Подгонки, притирки Его не бывает Смотри, его можно собрать в гараже Да Когда покупаешь самолёт на вторичном рынке Как понять, насколько хорошо он собран? Ну, если... Ну, да, то есть, действительно, если так сказать Какие рынки этих самолётов бывают? Бывают, назовём немножко... Три направления Есть первое Вы покупаете самолёт полностью с нуля Фактически в листах железа Есть вообще экспериментальные модели Это, ну, другие, не касаясь этого самолёта Когда вообще можно купить просто чертёж И список материалов, которые вам нужно купить Но компания Ванс, в частности, она продаёт Все детали за исключением двигателя За исключением двигателя вы покупаете его отдельно Это цена планера Но это, он получается, скажем так Фактически мы получаем самолёт за 23 тысячи Когда мы соберём его Мы получаем самолёт без авионики и без двигателя Верно Да То есть нам необходимо купить двигатель И более того, вот тут в экспериментальщиках огромный выбор То есть мы можем идти в Лайкоминг Хотя с большой скидкой можем идти в Ротекс Мы можем идти на авторазборку Так, если собирать самолёт весь То где-то, наверное, в итоге совсем около 50-60 тысяч получится Да, от авионики сильно зависит Ну, конечно, от этого, там вот совершенство 50 тысяч Так, вот есть три категории этих людей Первое, люди, которые покупают эти самолёты Полностью, вот, абсолютно в нулевом состоянии И вот они их собирают и всё И я, кстати, обращал одну ситуацию Они искренне расстраиваются в тот момент, когда они собрали самолёт Я уже даже понял, что есть определённая категория людей Для которых, ну, это та цель, которую они строят, они делают, они тратят многие годы Именно для того, чтобы вот построить самолёт Вот, не знаю Ну, этот готовый самолёт был Я уже четыре раза переделал приборку Дважды перекрашивал И я вижу ещё, где можно себя применить Ну да, есть следующая категория людей Которые очень хочут самолёт такой, как они хотят А сертифицированные самолёты, они всегда очень чётко заняты Зажаты в чётких правилах сертификата Ни шаг вправо, ни шаг влево И ещё, эти узкие, не знаю, как их назовём Этот узкий коридор Всегда потребляется, подкрепляется сумасшедшими ценами На всё, что остальное, если ты хочешь апгрейдиться Здесь-то, собственно говоря, всё гораздо Даже касаясь огнетушителя Просто нескромный воскрес Сколько ты купил огнетушитель? Ну, тысячу гривен я за него заплатил Тысячу, это получается 40 долларов Да, это 40 долларов Но это огнетушитель уже нового класса Он компактный Ну, просто для сравнения Старого класса огнетушитель на Пайпер Малибу стоит 400 евро По итогу, 4 года летаешь Какие-то проблемы с обслуживанием совсем? Очень надёжный самолёт Обслуживание какое-то Стандартное, замена масла Колодки менял Потому что всё-таки с задним колесом Очень часто торможение Используешь, если ветер немножко сбоку Колодки поменял Масло меняю, фильтры меняю Но он мне не доставляет хлопот Я открыл, в общем-то, для себя Эти международные перелёты Сразу после покупки этого самолёта И я понял, что Слетать в Ригу, допустим И вернуться Это дело там одного Ну, по полудня, понимаешь? И на выходные мотнуться Мы летали на день рождения к другу Летал там в прошлом году Просто пролетел, поздравил с днём рождения И прилетел назад Это как бы Это сто-долловый бургер У них такой полёт Настолько ему всё прощаю И он мне Что у меня нет никаких Вообще никаких Неприятных воспитаний Никаких Здесь сейчас установлен двигатель мощностью 160 лошадиных сил Можно установить двигатель мощностью 180 лошадиных сил И есть версия Harmand Rockets С 540 лайкомингом мощностью 300 лошадиных сил Я с трудом представляю, насколько силён этот самолёт Денис, кстати, знает все Он ещё из самых первых серий нашего канала Пилотажное качество РВ-10 хороший самолёт Но это круизный Вот Куда будет серия Harmand 4? Вы знали, блин Съёмка идёт Хотя в принципе на нём можно и круизить И багажник тут достаточно вместительный Вот эта вот часть Это всё багажник Я покажу ещё багажник Там реально помещается два чемодана Таких вот, как они Кабинсайз, да, это называется? Слушай, а сколько посадочная скорость на нём? Ну, я 70 держу 70 узлов? Да, я 70 на глиссаде держу И там на выравнивании она уже до 60 падает И я сажусь где-то около 60 Уже касание у меня То есть базируешься ты на грунте совершенно спокойно на этом? Да Я знаю, что... Не помню фамилию австралийского пилота Который слетал на нём кругосветку То есть, в общем-то РВ-4 могут летать настолько далеко, что... Что попасть в список людей, которые сделали Around the World Многие Вансы существуют с передней и задней стойкой Как правило, эта передняя стойка обозначает букву А То есть, РВ-8, задняя стойка, РВ-8А с передней стойкой Компания Ванс вообще не предлагает РВ-4 в модификации с передней стойкой Как правило, самолёты с задней стойки намного лучше воспринимают плохие полосы и всё Во-вторых, наверное, в первую очередь ещё в задней стойке Они сильно напоминают самолёты вот древних, старые, вот это начало авиации Когда всё развивалось ещё, наверное, всё-таки... Основная схема расположения шасси в зарождении авиации всё-таки была задней стойкой И это... это времена вот этих усатых пилотов Ну что, приходите в небо Летайте на таких замечательных самолётах Если... ну и если ваш рост в районе метр восьмидесяти Летайте даже на таких замечательных самолётах, как РВ-4 Это один из примеров и истории этого самолёта Это... это пример отношения Вот действительно, эмоциональное отношение человека и машины Это яркий пример того, как... Слушайте, небо позволяет нам мечтать Осуществляйте свои мечты Приходите в небо Летайте и смотрите, как этот мир Который мы можем посмотреть вот так, как его видят только птицы Насколько он красиво и прекрасен Я Владимир Васильев, прощаюсь с вами Увидимся в следующей серии